Есть определенные группы в любой стране, которые негативно относятся к миграционным процессам. Но при этом большинство населения спокойны, помогают людям, способствуют их адаптации. У меня есть мои приятели, друзья, исследователи из Германии. Мне было очень интересно с ними обсуждать, например, ту самую миграцию из Ближнего Востока в контексте сирийского кризиса. И вот тоже было очень интересно наблюдать за тем, как представители разных социальных групп и слоев относятся к тому, что сейчас в Германии более миллиона, миллион триста человек уже находятся со стран Ближнего Востока, пытаются адаптироваться, правительство пытается помогать, селектировать, сейчас уже начинают достаточно жестко реагировать на эти вещи. Так вот, смотрите, мои наблюдения. Если это человек, специалист, исследователь, как правило, отношение абсолютно нормальное, и человек мыслит в категориях, что мы можем сделать для того, чтобы адаптировать этого человека, какие меры государства и община общества должно принимать для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия. Если человек, ну, скажем, сам является мигрантом, приехавшим в Германию 10-15 лет тому назад, то, как правило, именно эта категория людей крайне агрессивны и негативно настроены против последующих волн. Ну, вы умеете, потому что это их боемые конкуренты. Абсолютно. Во-первых, это конкуренты, а во-вторых, они, наверное, сами, пройдя какой-то путь мигранта, понимают, какие есть сложности, подводные камни течения, и как это может повлиять на твой статус, твое поведение и так далее. И вот здесь вот публика, с которой общалась я, это преимущественно исследовательское сообщество, они крайне открыты для миграции, и они работают не только как исследователи, давая рекомендации, что с этим делать, но и как социальные активисты. То есть они создают лагеря для этих беженцев, они обеспечивают продуктами питания, одеждой, они работают в этих лагерях.